Шкент, крупный научный и промышленный город советского востока, столица 11-миллионной узбекской советской социалистической республики. В этом городе гармонично сочетается национальный народный уклад жизни и современность. Здесь сотни школ и детских учреждений, различные специальные институты и государственный университет, в котором учатся свыше 14 тысяч студентов, будущее узбекской науки. Лицо современной индустрии республики – это металлургия, химия и добыча золота, крупнейшие месторождения газа и широко развитые машиностроения. Завод хлопкоуборочных комбайнов – одно из предприятий, поставляющие машины сельскому хозяйству республики. Современная техника, широко используемая на полях, позволяет получать высокие урожаи хлопка. В Советском Союзе только Узбекистан получает ежегодно свыше 4 миллионов тонн хлопка. КОМООН Как живут и трудятся узбеки, народ древней самобытной культуры, бережно хранящий свои национальные традиции. История ислама в Узбекистане насчитывает свыше тысячи лет. Советское государство представляет верующим свободу в выражении своих религиозных чувств, что гарантируется Конституцией СССР. Советская власть отменила всякие ограничения гражданских прав мусульман, которые существовали при царизме. Все вероисповедания, в том числе и ислам, стали равными в своих правах. В Ташкенте находится Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, высший орган мусульманской религии. Президиум управления во главе с муфтием Зеуддином Бабаханом обсуждает проект оформления нового издания Корана. Духовное управление регулярно издает религиозную литературу. В частности, ежегодно печатается лунный календарь с указанием всех памятных мусульманских дат. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Как Коран, так и другая религиозная литература, издаваемая духовным управлением, печатается здесь же, в Ташкенте. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...